Добрый вечер, дорогие друзья! О маме Ирине и ее замечательном сыне Владимире мы рассказывали раньше. Вы можете посмотреть отдельное видео. Там звучали диагнозы и все, что творилось с Вовой до того, как Ирина обратилась к нам. Сегодня продолжение истории. Вы помните, история была такова. У Володи была очень интересная инкарнация. Например, 1800 какой-то год, поле боя, взрыв. Он закрывает глаза, песок сыпет в глаза, открывает, а его в роддоме принимает на руки акушерка. И как такового инкарнационного цикла не было. И когда мы начали работать с ним, жалобы были на агрессию, на неадекватное поведение, признаки аутизма и так далее. Хотя интеллект был сохранен у ребенка. Перечень большой. В предыдущем ролике я там зачитывала все, что написала мама. Когда мы начали работать, нам надо было восстановить инкарнационный цикл, либо сделать так, чтобы душа отчиталась за два периода сразу, что мы и сделали. И таким образом, изменив определенное программное обеспечение и полностью восстановив и сделав структуры психики здоровыми на эту жизнь. Мы ждали, как они приживутся. И понимаете, в таком случае возникает ситуация, что у ребенка нет кармы. И у ребенка нет будущего. То есть будущее у этого малыша должно было закончиться к 14 годам психушкой. И все к этому шло по развитию. Но так случилось, что душа Володи захотела стать художником. Она об этом нам сказала. Еще в первом видео я говорила, что упоминала, что она выбрала еще в помощи мамину душу, что они вместе будут рисовать. И вот сейчас мы получили видео. Прошло совсем мало времени. Мы видим, что идет сценарий. Тот сценарий, который уже сформирован и загружен нами. Он потихоньку приживается. Душа ребенка рисует. Меняются черты характера. Идет нормальное развитие. Все идет своим чередом. Удивительная история. И понимаете, какое интересное дело. Если взять, например, психиатрию современную, то ни один врач никоим образом не сможет вот эти все вещи проделать. Никакие таблетки не могут завершить инкарнационный цикл. Не могут сформировать психические структуры. Не могут сформировать и предложить высшему я программы. Картину мира заложить новую. Новый сценарий игры. Все новое. Двинуть в развитии программу ума и личностные характеристики. Адаптировать под новую игру. Невероятные вещи. Иногда у нас самих бывает шок от того, что мы делаем. И когда мы видим положительные результаты, это лишь еще одно подтверждение того, что ни наша медицина, ни наша наука очень многого не знает. Они просто не хотят принять тот факт, что люди обладают душами. И душа человека первична. Смотрите. Я рисую понтрет тебе и мне. А почему ты черная краска решил зарисовать? Потому что, потому что, когда все начинает из неба быть, она так дрогает, и влетает черная такая, и называется она пуховый вулкан. Ага. А он добрый? Нет, он злой. Ага. Вот что-то он умеет. А это система этого розового камня. Он влезает так. Когда он начинает сердиться на синем, синее вылезает, и розовое, и вылетает он обратно. Да ты что? А потом система крутится вокруг этого Солнца. А это черная называется система круглого планеты. Планета – это очень опасный, опасный предмет, очень наоборот. Конечно, детектив и вот это что есть еще. Я еще беру всякие другие коски. А коричневая – это доброе. Но давайте коричневое такое. Система круглого вулкана. И он, а коричневый, он очень добрый. Ага. Он побежал в сестрахе. Он вообще ничего не боится. Я еще плач нарисую. Во. Плач. Руки еще. И даже ноги. Здорово. Спасибо большое. Пока. Пока.